мое всем общее почтение чем известная студия дек 13 интерактив да в общем то ничем она выпускала довольно пососные рпгшки но в четырнадцатом году внезапно сменила курс и стала выпускать пососные соулс лайки первой игрой в новом витке развития стали лорды падших довольно простенький клон dark souls игра получилась довольно средний что по сюжету что по геймплею но за главную музыкальную тему лично я считаю одно из лучших а дизайн доспехов в этой игре не превзойденным и по сей день ибо каждый комплект брони в этой игре достоин того чтобы его носил лично танос ну а через три года после лордов вышла сюрж который разработчики вместо тупого копирования попытались привнести в жанр что-то свое запилив уникальную систему боя завязанную на таргете разных конечностей врагов и к ней в придачу прокачку завязанную на имплантах все бы ничего но сильно подкачал путанный и однообразный промышленный левел дизайн ориентироваться в котором была просто боль в моя дырка задница и вот спустя еще два года заручившись поддержкой издателя фокус интерактив немцы родили на свет продолжения но учлили разработчики при создании второй части ошибки первой да конечно если говорить о годных изменениях то я бы в первую очередь отметил инновационную для жанра систему парирования спижину из форонор в отличие от секира или как говорят в высшем интернете секира в сюрж 2 прожать парирование необходимо не только вовремя но еще и в нужную сторону что привело к тому что для удачного отражения атаки нужно не дрюкать кнопку блока а именно напрягать реакцию не но если сильно хочется подрюкать кнопку конечно можно только вот каждая попытка парирования съедает солидный кусок стамины так что парировать в идеале нужно уверенно вовремя и наверняка по случаю такого ноу-хау в игру даже завезли специальный модуль который указывает направление с которого летит пиздюлина и положили его практически в самом начале игры на самом видном месте в инвентарь шутка я не помню где он лежит но мимо вы не пройдете раскрывается же данный функционал не сразу так как в начале игры в нем никакой необходимости в общем то нет либо враги прекрасно валятся по старинке налетел навешал в нужную конечность и в итоге добил расчленен как слову по-прежнему радует глаз игра то и дело крупными планами демонстрирует отделение конечности от тела в слоу-моушене и как многие резонно заметили нынешним играм про джедаев есть чему поучиться так о чем это я а да парирование примерно в середине игры тактика ударил ударил отпрыгнул ударил повторять до победного внезапно перестает работать и возникает необходимость в парировании ну а главный босс локации при помощи разных фаз наглядно объясняет что у ворота и парирование можно и нужно совмещать в итоге во второй половине игры геймплей становится таким каким его задумывал разработчик когда во время спама комбо связки игрок при помощи вышеупомянутого модуля потому что без него и хуй чего увидишь видит контратаку противника и парирует ее бои становятся зрелищными и скоротечными а профит при этом максимальным так как парирование подзаряжает шкалу энергии и позволяет контратаковать с критическим уроном после которого в большинстве случаев можно сходу добивать также полноправным участником боевки считается дрон частично управляемый игроком квадрокоптер на который устанавливаются разные стволы от пулемета до снайперской винтовки на первых парах дрончик действительно полезный член экипажа поскольку только он может адекватно разминировать пассивные и активные мины а также эффективно добивать врагов когда жизнь и здоровье игрока висят на волоске также он эффективно уничтожает турели коими напичкана игра в первой локации однако несмотря на планомерное усовершенствование дрончика новыми стволами к середине игры его дамаг сходит на нет тратить на его усиление слота имплантов нет ни малейшего желания а уж носить для повышения его эффективности аж целый один единственный специальный комплект брони тем более вдобавок минные поля к середине игры слава богу заканчиваются а враги перестает какать турелями поэтому учитывая что в бою и без того приходится жмакать все кнопки на геймпаде какие только есть успевать юзать в бою еще и дрончика выбирая нужные модификации в ромашке откровенно говоря лень я лично сосредоточился на атаках и парирования а дрончиком лишь иногда пускал электрические снаряды они в отличие от прочих способны сбить врагу атаку и не тревожит моего внутреннего мойшу поскольку снаряды эти бесконечные вообще надо сказать что стрелковое вооружение устанавливаемое дрончика на самом деле мало чем отличается видимо сказалось бояне разработчиков слишком упростить игру дав дрончику что-то реально полезное парализующий дротики сеткомет или хотя бы компас который к слову в игре бы не помешал далее все уж два появилась сетевая составляющая ответом на лужицы крови в dark souls и призраков игроков с которыми можно сразиться в нее все уж два стали флажки которые игроки могут весело и задорно друг от друга прятать смысл игры примерно такой каждый игрок может разместить в игре свою голограмму надя которой другой игрок получит приз чем меньше игроков смогут отыскать вашу голограмму за определенное время тем жирнее будет ваш приз тот же принцип вознаграждения действует и при нахождении чужих флажков чем лучше голограмма была спрятана и чем дольше она простояла нетронутой тем жирнее будет и приз возможно вам может показаться что это какая-то хуйня но я уверяю вас вам не кажется как-то раз я очень удачно спрятал свой флаг в самой глубокой жопе куда только смог забраться и его нашло 0 процентов человек я заработал на этом аж 5000 запчастей но поскольку их начисляют наличкой в карман они на депозитный счет в медицинской станции который в игре к слову есть я свое богатство так до станции и не донес собственными нововведениями разработчики решили не ограничиваться и спиздить кое-что из классики так во второй части сюршу игроков появляется возможность оставлять друг другу подсказки только вместо надписей впереди иллюзия тайная тропа и конечно же вас славь солнца все же любителям подсказок предложили оставлять друг другу смайлики поэтому все локации в игре пестрят всякими стрелочками черепами восклицательными знаками иногда это помогает найти какой-нибудь барахло но в большинстве случаев я тупо не обращал на знаки никакого внимания поскольку они довольно быстро примелькались и начали восприниматься как часть дизайна и интерьера время от времени можно находить и трупы самих художников то бишь игроков опознать павшего товарища можно подробно шиши с него синий бабу и не дающий одну ячейку энергии также время от времени в игре можно встретить моба с пометкой заклятый враг это означает что данная вражина неоднократно подвергла насилию а ну с какого-то игрока из параллельной вселенной убив же его можно узнать над кем конкретно надругались а также получить небольшой бонус за восстановление его поруганной чести лечение бафы и собственно добивания все также завязаны на шкале накапливаемой за удары по врагам энергии ячеек под импланты стало больше самих имплантов стало больше оружие больше брони больше врагов больше и в целом факт развития студии налицо доработанная боевка во второй части стала действительно самобытной и в любой момент может быть перенесена в следующий проект с небольшими доработками убираем дрончик и меняем систему имплантов на что-нибудь более подходящей тематике и готова не помешало бы ускорить геймплей поскольку он в основном по-прежнему слоупочный и быстрый здесь только некоторые человекоподобные боссы и мобы в состоянии ярости и казалось бы все хорошо волна поймана струя найдена успех где-то рядом но не все так гладко в новом сюрже настало время поговорить о грустном и первое что хотелось бы водрузить в противовес всему вышесказанному на чашу негатива это технический аспект игры потому что в техническом плане сюрж 2 самый настоящий вулканический кусок говна в том смысле что игра сделана на альтернативной дирекцию технологии под названием вулкан во первых вулканические выбросы в игровую индустрию коих слава богу пока не много ни в какую не дружат с обе с пытаться стримить эту игру все равно что заниматься шаманизмом но все же способ есть это захват игры в оконном режиме но тут уже в дело пошла рукопопасть разработчиков окна без рамок в настройках нет но полноразмерное окно в разрешении мониторы не отличается от режима полного экрана в итоге при захвате игры как повезет у кого-то картинка будет виснуть а у кого-то нет но проблемы индейцев как известно шерифа не касаются хрен бы с этими стримерами рядовому игроку как правило насрать захватывает оба с игру или не захватывает окей также в игре были замечены перебои с отображением гаммы игра то ни с того ни сего становилась невыносимо яркой то наоборот темнело просто в задницу а временами вовсе экран вдруг начинает блэмать пуская 225 кадром затемнение обзору вроде бы не мешает но раздражает жутко лечится перезапуском а вот излечить перезапуском термоядерные фризы у меня получалось не всегда поначалу я грешил на драйвер но после переустановки и перезапуска игры проблема осталась нерешенной опытным путем все-таки удалось установить что таким ебу нячим образом игра пытается произвести отторжение от себя беспроводного геймпада иксбокс ван и фризы пропадают после переподключения девайса происходит это раз через раз и бывает не всегда впрочем как минимум три раза я в подобных лагах умер к счастью не обошлось и без приятных компенсаций так например в некоторых сайт квестах награду можно получать пока лицо не треснет то есть бесконечно ну а избегать случае смерти потери нервных клеток и деталей можно при помощи старой доброй команды alt f4 дело в том что облачное хранилище в игре от души тупит и слоупочек и в момент внезапного отъезда игрока обратно на чекпоинт тупо не успевает перезаписать прогресс более того бывали случаи когда проведя после смерти данный ритуал я после загрузки очучался очутялся блять короче спавнился над трупом моба который меня перед этим же и убил а то и вовсе где-то впереди рядом с каким-нибудь неписям в общем тут как повезет но учитывая что дропнутое добро в игре нужно успеть поднять за отведенное время а локации запутаны как хрен знает что думаю что данный функционал дофига кого порадует главной проблемой первой части игры на мой взгляд был левел дизайн однообразный промышленный антураж состоящий из запутанной системы коридоров и шорткатов во второй части игра вылезла из гребаного завода перебралась в еще более гребаный город и не менее гребаный лес вдобавок появились этажи удвоившие количество шорткатов и запутав карту еще больше дошло до того что когда я попытался продолжить игру после стрима я вообще не смог понять где я и в какую сторону нужно идти проще было начать сначала что я и сделал и даже проходя игру второй раз бывали случаи когда я отходил за чаем а вернувшись не мог вспомнить какую из срезок от чекпоинта нужно идти что уж говорить о том что бывает когда садишься играть на следующий день чтобы была возможность адекватно продолжить приходится заканчивать игру не там где она надоест а там где заканчивается очередная сюжетная ветка после которой путь будет всего один ориентироваться в игре приходится по примерной схематической карте которая иногда встречается на стенах зданий или же показывается при переходе с уровня на уровень удобство это нихрена не добавляет и в итоге уровень с лесом я проходил больше трех часов ну а в зоне аиду меня уже окончательно сдали нервы я полез смотреть гайды что надо сказать не дало ни малейшего понятия о том как пройти из точки же в точку куда там бляха надо потому что легче объяснить пятикласснику квантовую физику чем словами как куда-нибудь пройти в этой ёбнутой локации при этом поначалу игра дико калит еще и тем что эти лабиринты минотавра ко всему прочему полные дерьма типа выскакивающих в темноте мин который нихрена не видно врагов стоящих в темных углах или ждущих своего часа за разрушаемым ящиком турели как расставленных заранее так и высираемых некоторыми мобами и поскольку нихрена приметного для ориентирования в пространстве дизайн локации не содержит зачастую проще пробежать от дальнего чекпоинта просто потому что та дорога отложилась в памяти лучше чем более короткий путь в такой ситуации возможно стоило бы изменить механику оставления подсказок между игроками на оставление подсказок самому себе дабы было проще искать потом дорогу хотя и в этом случае геморрой был бы еще тот вообще надо сказать что в подобных играх мне всегда очень нравилось двигаться вперед а не ходить кругами вокруг одной локации мне нравится чтобы сменялся дизайн появлялись новые враги и так далее в этом плане dark souls которая в данном случае является игрой вдохновителем настоящий праздник путешествия все же же мало того что такого ощущения нет а враги в основном одни и те же и меняется лишь их уровень оружия и шмотки таки еще и по одним и тем же локациям приходится ходить по нескольку раз сначала вы проходите локацию битв всего затем проходите с магнитной пушкой с которой теперь можете открывать двери которые ранее открыть не могли в следующей локации у вас появляется крюк которым можно цепляться за тросы затем дают механизм позволяющий ехать по тросам еще и вверх и так далее и тому подобное и да повторно проходить нужно не всю локацию но только в том случае если вы смогли запомнить где находится то место в которое у вас теперь появился доступ а запомнить его как вы наверное догадываетесь весьма непросто и да слышал я тут аргумент о том что мир в игре исследовать интересно позволю себе не согласиться с экспертом на мой взгляд исследование мира интересно только тогда когда оно происходит осознанно и самое главное когда этот мир сука есть здесь же ползать по локациям скорее необходимость нежели увлекательный процесс к тому же в начале игры неосторожный исследователь миров свернувший не на ту улицу получать не иллюзорных пиздюлин от более высокоуровневых мобов либо от все тех же наномин что развитию жажды исследований мягко говоря не способствует боссов в игре по-прежнему мало даже с учетом того что они здесь повторяются из трех фаз лесного хищника догадались сделать еще трех разных боссов более усиленных и в более неудобных локациях так одна из фаз превратилась в нанотритового копателя черного цвета с которым нужно драться в темный как жопа пещере где его атаки тупо не видно другая фаза когда босс встает на задние лапы превратилась в копателя эхо гамма на маленькой блять аренке в масштабах который его атаки по области накрывают примерно треть пространства согласитесь это ли не торжество фантазии во имя развлечения нет не это сюжет сюжет в игре есть но поверьте лучше вместо рассказа о нем послушать саундтрек лордом падших настолько он не интересен зато можно скипать к херам все диалоги и в конце игры все равно понять в чем было дело сайт квесты достойны отдельного всеобщего порицания собрать пять семян и посадить 5 растений в девятнадцатом году серьезно благо за выполнение всегда дают какой-то барахло поэтому я брал все задания какие только предлагались и выполнял их только если случайно на них натыкался и за награды не нужно было идти назад правда один раз я случайно отдал за спасибо крюк для езды по канатам и нужно было снова идти через всю локацию за вторым что тут сказать пожалуйста ёпта в целом же сюрж 2 по моим внутренним ощущениям очень сильно заточен на гринд особенно страдать в этой игре будут перфекционисты прокачивающие шмотки на максимум при первой открывшейся возможности либо меняющие их на новый сет с последующей прокачкой уже его как и в первой игре гриндить приходится детали для апгрейдов брони причем отдельно детали для рук для ног для тела и головы для чего приходится долбить нужную конечность и проводить добивание с отрубанием именно ее помимо брони также прокачиваются юзабельные импланты прокачка левела разблокирует новые ячейки для этих самых имплантов и на все на это нужны тонны местных меха душ и получается что каждый раз когда вы находите новую пушку которую к слову очень удобно сравнивать с имеющейся поскольку статы оружия вам будут показывать при одинаковом уровне прокачки несмотря на то что у вас например одна будет пятого подобрали вы нулевого это сделали клёво базара нет ну так вот как только вы подбираете что-то получше вам автоматически хочется ее прокачать благо что в игре существует система разборки деталей более высокого уровня на детали более низкого в соотношении 1 к 2 время от времени приходит понимание что комплект брони пора менять и тогда начинается фарм ближайших высокоуровневых мобов короче прокачка тут не без геморроя и даже после смерти на боссфайте на пути к нему обязательно будут стоять рядовые враги сделано это для того чтобы вы смогли подзарядить на них батарею с хилками дабы вам было чем лечиться в бою и казалось бы игроки же позаботились но один хрен раздражает но в то же время плюсом является то что в любой момент вы можете пересобрать свой билд путем снятия имплантов так например я в какой-то момент полностью заточил персонажа на усиление и бонусы после направленных парирований что в итоге приводило к сильнейшей контратаке при этом все активные импланты кроме лечения я успешно игнорировал ибо пользоваться ими как по мне вообще неудобно бафы накладываемые ими недолговременные а заряжать каждый модуль энергии по отдельности переключать их в бою путаться в них и юзать в итоге не то что надо удовольствие прямо скажем ниже среднего какой же можно подвести итог сюрж 2 однозначно имеет право на жизнь но имеет он и шанс заебать игрока раньше чем закончится своим левел дизайном задумайтесь локаций в этой игре очень мало а прохождение игры занимает около 15 часов попробуйте прикинуть сколько кругов вам предстоит нарезать за это время по одним и тем же местам под конец игры так и вообще через всю карту туда-сюда туда-сюда при этом даже если карты вы каким-то чудом запомнили их ландшафт будет изменен вам придется искать проходы по новой но в любом случае дек 13 продолжают пытаться делать что-то свое и в этом плане они безусловно молодцы не то что те уебаны которые взяли dark souls переименовали в нем все что было в новые названия завернули то что получилось в шкурку аниме и выложили на виртуальные прилавки на этом в общем то все пишите что думаете в комментах нажмите что-нибудь под этим видео в общем все как всегда пишите жмите до новых встреч а